Еще одно новшество, которое распространено в этот месяц Раджак, то что многие люди считают, что в этот месяц следует ехать в Медину, посещать мечеть пророка Али Сарату Сырам, потому что именно в этот месяц это является сунной. Нет. Посетить мечеть пророка Али Сарату Сырам, чтобы совершить там намаз, это сунна всегда. Это всегда богоугодное деяние, но выделять чем-то, посещение в месяц Раджак, от других посещений, из других посещений, это бить, да, это новшество. Нет на это никаких указаний, ни в сунне, ни в сунне. И, наконец, самое распространенное новшество в этот месяц, в месяц Раджак, о котором мы с вами должны знать, это то, что делают люди 27-го Раджака. Вернее, в 27-ю ночь месяца Раджак. Они считают, что это ночь, та ночь, когда пророк Али Сарату Сырам был перенесен из Мекки в Бейтуль-Макдис в Иерусалим, а потом вознесен на небеса, то есть ночь Али Сарауль-Ми'радж. Они говорят, вот 27-я ночь Раджаба, это и есть та ночь. И поэтому отмечают эту ночь. Поэтому особо выделяют эту ночь, совершая в течение этой ночи хьяму-ль-Лейль, ночной намаз, постясь днем. Они отмечают этот день разными торжествами, на которых они, собираясь, выступают с речами, на которых они поют разные анашиды, которые называют они мадихами. Они декламируют разные стихи, разные афкасыиды. Ничего из этого не передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейкум ассалям. Ничего это не было известно первым поколениям этой уммы, которые самые лучшие поколения этой общины. Более того, самое правильное мнение, как на это указывает имам Аминава, что вообще это великое событие, Исра, имя Радж, оно не было в месяце Раджа. Оно не произошло в месяце Раджа. И человек, Ислям-лю-Таймия, рахмаллаху ата'аля, говорит, сподвижники их последователи, они не выделяли чем-то эту ночь, и они не отмечали ее. И поэтому неизвестно, говорит он, на какую дату приходится эта ночь. И нет ни одного известного довода, в каком месяце, или в какой декаде, или в какой конкретно день произошло это событие. А все, что сказано по этому поводу, цепочки передачи прерваны. Нет ничего твердо переданного по этому поводу. Поэтому нельзя мусульманам, нельзя мусульманам, говорит шейху алисам, выделять как-то эту ночь, которую они считают ночью Исра, имя Радж, для кияма, для ночного намаза специального, или для чего-то другого. И, наконец, еще одно новшество, последнее, это то, что многие думают, что в месяц Раджа совершается умра. Умра в месяц Раджа – это сунна. Нет на это доводов, не делал этого пророка Алей-Саратов. Когда до Аиши дошло, что некоторые люди говорят, что умра в месяц Раджа, она имеет какое-то особое значение, она сказала, клянусь Аллахом, поистине посланник Аллаху, никогда не совершал умру в месяц Раджа.